ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет, Миташа. Два равных человека. Я просила, чтобы он стоял со мной в паре. Он мне сказал, Вилета, я тебя жалеть не буду. Дорочунья, со всеми дерусь. Я говорю, мам, ну я же не виновата. Мне кажется, у меня рано закончено с детства. Борьба – это как бы то же самое искусство. Мне кажется, если я не съем кашу, у меня как будто не будет сил. На дороге я более уверена, чем на ковре, можно так даже сказать. Сегодня герои нашей программы – две девушки, которые могут с легкостью уложить на лопатки даже парней. Наталья Ланько и Виолетта Чирик занимаются вольной борьбой. В очередном выпуске они расскажут, каково это стоять в паре с мальчиками и что чувствуют, выходя на ковер. Эта программа «Больше чем спорт» и мы начинаем. Первая тренировка стартует ровно в 10, однако наше борцовское трио – Наталья Ланько, Виолетта Чирик и, конечно же, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Мария Мамашук начинает этот день с пробежки в парке фестивальный. Здесь у них есть время собраться с мыслями перед предстоящей тренировкой. Бег улучшает работу иммунной, эндокринной и нервной системы, а также увеличивает порог выносливости. Этот вид тренировок укрепляет суставы, связки, мускулатуру спины, пресса, также ноги, что достаточно важно для вольников. Тренировки помогают быть постоянно в здоровом спортивном напряжении, чтобы соперничать не только с молодыми борцами, но и с опытными спортсменами. Например, Наталья Ланько старается равняться на Василису Марзалюк, свою главную соперницу. Я равняюсь на нее, стараюсь как бы догонять ее, как бы смена ей. Есть еще молодые девочки, все растут, очень быстро растут, и надо постоянно быть в тонусе. Как с мальчиками, ну, с мальчиками мы постоянно работаем, потому что у нас в Гомеле, ну, когда у нас нету сборов, не с кем вообще стоять. Но иногда они очень сильно заводятся, и очень тяжело приходится на тренировках. Борьба девочек и мальчиков очень отличается, потому что у парней более пластично, как бы, и они стараются аккуратно, как бы, нету такого закрепощенности. А у девочек мы стараемся больше на силу, как бы, а у парней на технику. У второй нашей героини в Гомеле есть конкурентки – девочки из училища Олимпийского резерва. Но и с парнями она стоит в паре, хоть и не так часто, как Наташа. Приходится стоять с парнями, которые весят 58-60 кг. Конечно, они сильные намного, но они понимают, что они стоят с девочками. Это хорошо, когда у нас есть такая возможность постоять с парнями, потому что мы все равно как-никак на них очень растем. Мужская борьба намного отличается от женской. В каких-то положениях они дорабатываются до конца. А у нас, у девочек, борьба так – ты вроде бы сделал проход в ногу, человек отбросил, и ты уже расслабился. А у парней все совсем по-другому. Они начинают от чувства положения намного сильнее разбариваться. После бега девушки восстанавливают дыхание и разминаются на свежем воздухе перед основной тренировкой. Спортсмены совершенствуют свои навыки в залах бойбы физкультурно-спортивного общества «Динамо». Здесь на коврах бок о бок тренируются не только лидеры команды области, но и молодые спортсмены. В это время здесь не так много людей, большинство на учебе. Поэтому у наших героинь сегодня по плану игровая тренировка. Действительно игровая, но это то же самое. Работа на реакцию, на внимание, найти партнера за долю секунды, принятие решения. Так что тренировки на ковре – это все наше основное, где работа именно на проходах в ноги, защита, где мы определяем, где есть ошибки, работаем над ними, исправляем. Но есть и тренировки УФП, где закладывается база. Все важно. У нас же вольная борьба. Что хочет, то и делаем, можно сказать. Так что нужно все. И функциональная подготовка, и физическая подготовка. Ну и, конечно, мозги должны быть присутствовать. Без мозгов ни туда, ни сюда, это везде. Сейчас Виолетта полностью выкладывается на тренировках. А было время, когда она ушла из спорта. Но Сергей Смаль вернул ее. Предложил поработать ровно год. Наша героиня согласилась, но для себя решила. Если ничего не добьется в течение этого срока, значит, борьба – это не для нее. Я вернулась, я помню, я целый год тренировалась. Тренировалась не просто так, как говорится, от балды. Я плакала на тренировках, мне было тяжело. Но просто помню, что весь этот год я ни одной тренировки не пропустила, и просто стала тогда чемпионкой Европы. Я выиграла его на свое 20-летие. Мне было 20 лет тогда. Мой юбилей, получается, я себе сделала такой приятный сюрприз – выиграла чемпионат Европы. Я помню еще перед этим чемпионатом Европы мой тренер Сергей Смаль говорил, что он стал чемпионом мира тоже в свой день рождения. Сейчас Виолетту мотивируют предстоящие вторые Европейские игры и, конечно же, Олимпийские игры, которые пройдут в 2020 году в Токио. Я думаю, что у меня уже тот возраст, мне 24 года, когда человек хочет поехать на Олимпийские игры и хочет взять эту Олимпийскую медаль. Я не была на первых Европейских играх, потому что в моей весовой категории в 48 кг тогда поехала Ванесса Каладзинска. После завершения игровой тренировки Виолетта, Наталья и Мария выполняют комплекс упражнений, которые разработал для них Сергей Смаль. Сюда входят планка, отжимания, прыжки и другие виды. После выполнения всех упражнений спортсменки измеряют пульс. Так тренер проверяет, насколько подходит его разработка для девушек. После проверки вольницы восстанавливают дыхание и подводят итоги работы. Спортсменки разъезжаются по домам, чтобы пообедать и отдохнуть перед вечерней тренировкой. Кстати, одна из наших героинь – автоледи. Наталья Ланько всегда мечтала стать водителем и теперь даже на сборы ездит на собственном авто. Об автомобиле Наталья мечтала с детства. Спортсменка очень хотела свою машину. Долго копила на нее и в результате стала хозяйкой одного из новеньких кроссоверов. Даже о любой я мечтала о машине в то время. А потом я накопила там определенную сумму. Я хотела маленькую, а потом подумала, какая маленькая машина. Посмотрите на меня. С такими габаритами надо чуть-чуть пороскошнее что-то. Пока Наташа не села за руль, ездила, как и большинство, на общественном транспорте. После тренировок частенько доезжала до центра, а затем шла покупать сладкое. Бывало там после тренировки я зайду уставшая, хотелось мороженое. Оставалась немножко на дорогу и немножко на мороженое. Идешь уставшая, тепло. Еще летом я любила после тренировки прогуляться. Сейчас села и поехала. Возле дома, там, ну, рядом, где я училась, училище Олимпийского резерва. Там много воспоминаний, как мы там учились, тренировки были. Между учебой мы ходили за хот-догами, булочками там. А потом на весы становились и, а, боже мой, лишние булочки были. Наташа Ланько уже живет отдельно от родителей, но периодически приезжает сюда, в родительскую квартиру, где теперь живут мама Елена Анатольевна, папа Михаил Васильевич и кошка Мышка. Нашу съемочную группу встречает отец спортсменки. Почему-то выбор упал на вольной борьбе. Ну, я как бы против не был. Мать там говорит, ну, куда ты пойдешь, куда ты, я говорю, не трогай, пускай. Она нашла свое место. Ну, я как бы со стороны наблюдал это все дело. Выбор, чтобы за ней был. Когда бывало там с синяками приду домой, то скажут, это что, кто тебя побил, все, паника там. Я говорю, мама, не переживай, все нормально, это борьба. Поначалу там приду, сфингал под глазом, немножко как-то в школу приду, мне скажут, что это тебя бьют там дома родители. Я говорю, нет, вот борьбой занимаюсь. Ну, потом как-то уже привыкли все, учителя, и я уже привыкла, и как-то отношусь уже, ну, есть и есть. Ну, что, я же не балетом занимаюсь, правильно, это борьба, это мой выбор. У родителей хранятся и награды спортсменки, дипломы, медали, кубки. Когда Наташа стоит на пьедестале, испытывает радость и гордость, а еще благодарность, что в нее поверили тренеры и помогали ей на пути. На этой стене висит и самая ценная медаль – это серебро с чемпионата Европы среди молодежи до 23 лет. Это моя ценная медаль, потому что я к ней шла. Ну, можно было и первой быть, но что-то пошло не так, и я с венгеркой боролась, и меня там засудили, а в Венгрии проходил чемпионат Европы. Ну, вторая есть вторая, как бы, будем работать на первое. Кубки, ну, это у нас в Беларуси проходили, вот, с турнира «Медведя» у меня два кубка. Я два раза была третья, вот, как бы, ценные тоже кубки для меня. В этой же комнате на полке стоят и любимые книги спортсменки. Я люблю романы, люблю читать и представлять, такое чувство, как будто я там нахожусь. И люблю такие спортивные, спортивную тематику, как бы биографию. Вот я читала книгу «Как достичь олимпийского золота», там как бы про всех спортсменов, как они достигали, какие преодолели препятствия. А самое любимое – это моя шантарам, фень горы. Услышав голос нашей героини, пришла ее кошка – мышка. Она появилась в семье три года назад. Наташа нашла ее в пакете на мусорке. Маленький комочек, вот. Из такого комочка маленького выросла такая огромная котяра. Я люблю животных, собак, кошек, неважно кого. И у меня, я сейчас как бы здесь не живу. Я живу со своим парнем на съемной квартире. Мы тоже завели кота. Ученый такой большой, толстый. Назвали его Люцифер. Говорят, что животные и хозяева похожи. Наташа говорит, что больше похоже с котом, чем с кошкой. Но он добрый и спокойный, как и его хозяйка. Я сама по себе спокойная. И конфликтов вообще не люблю. И не люблю конфликтовать. Если на меня, как сказать, наезжают, я спокойна. Все в себе. И потом, когда мне уже что-то не нравится, я уже бывает взрываюсь. Вторая наша героиня Виолетта Чирик уже дома. Она живет в обычной малосемейке Гомеля. У нее тоже есть кот, которого зовут Фантик. Это счастье Виолетты, как она сама говорит. Когда я прихожу с тренировки плохого настроения, он всегда приходит. Ласкается со мной. Вот такой вот он. Как бы... Животных я люблю. У меня дома еще есть собака, на самом деле. Но это дома. Как бы у родителей. Сидите, ходите. Вот так вот. Собаки, да, это собаки. Это вреданные друзья, как говорится. Ну, котов я как-то люблю больше. Они мне больше импонируют, чем собаки. Очень вредный, на самом деле. Он такой... Смотрит на тебя свысока, можно сказать. Не всегда все кушает. Только определенную еду. Но я тоже такая... Немножко вспыльчивая, вредная. По самой себе у меня такой характер, как бы, сильный. Со мной нелегко, на самом деле. Ну, даже тренерам. И бывает такое, что я могу, как бы, огрызаться. Например, там, не подходит мне что-то. Я не буду это выполнять. И тренерам меня понимают в этом. Как бы, поэтому они со мной знают, как себя, грубо, вести. И как, ну, какой метод работы со мной нужен. Как и Наташа, Виолетта любит читать. Последнюю книгу она прочла по совету своей коллеги Маши Мамашук. Это книга Михаила Лобковского «Хочу и буду». Очень интересная книга, но не для каждого, как бы, грубо говоря, она подходит. Тут рассказывается про отношения, про семью и про детей. Все просто. Мне, если честно, очень понравилось здесь про отношения, как рассказывают. Мы думаем по одному, а он как психолог и считает что-то чуть-чуть по-другому. Начинается день Виолетты с кофе. Дома спортсменка редко завтракает. Но на сборах она обязательно ест кашу. Вот не знаю почему, мне кажется, если я не съем кашу, у меня как будто не будет сил. Хотя дома я могу себе каждое утро варить кашу, но для меня это вот дома, это дома. Я почему-то не могу ее кушать. Не знаю почему. Почему так получается. Поэтому я стараюсь завтракать. Например, кофе, чай, какой-то батончик, хлебцы, например, с бананом, с пастой арахисовой. Это как бы по-разному бывает. Ну, там все, скажу честно, выготавливаются на завтрак, я никогда не выготавливаю. Сладкое, на самом деле, я очень люблю. Я обожаю кока-колу, но я понимаю, когда мне нужно готовиться к каким-то соревнованиям или гонять вес, я никогда в жизни ее не попробую. Но я просто вот жду вот этот момент, когда я уже взвешусь, например, да, и мне надо обязательно сделать глоток, потому что я вот не могу без нее. Весовая категория 50 килограмм, я столько же и вешу. Но если у меня вес поднимается 50-500, для меня это паника. Я вот не знаю почему, мне вот хочется именно 50 весить. И поэтому я прихожу, например, после вечерней тренировки, у меня нет ужина, я не ужинаю, потому что я думаю, что мне надо завтра весить 50. Кстати, на сборах Виолетта всегда предпочитает есть блюда, которые ей знакомы – картошка, мясо, овощи. Когда я вижу какие-то новые продукты, почему-то я их никогда не пробую. Потому что я знаю, что, возможно, они мне не понравятся, вот в чем вопрос. Хотя я их даже еще не попробовала. На самом деле, люблю все кушать, у меня никаких проблем с едой нет. Мечтает Виолетта о своем доме, в котором она будет жить с будущим мужем. Кстати, предложение выйти замуж уже поступило. Оно стало для спортсменки очень неожиданным. Женя в тот момент, пока я была на сборе, поехал к моим родителям в Речицу, сообщил им о этом, просил у них разрешения на предложение. Мама с папой все знали, но они молчали, мне даже ничего не говорили. Хотя, ну, я с мамой очень близко общаюсь. Я вот почему-то надела, что мама моя может мне об этом рассказать. Но на самом деле ничего не произошло. И так получилось, что я приехала со сбора. Женя меня встретил. Ну, так как мы долго не виделись, мы пошли гулять в парк там. Я смотрю в машине, у него цветы лежат, да. Я такая, Женя, а что, типа, это такое, типа. Он говорит, это я тебе подарила, сейчас мы просто с тобой, так как ты не любишь со мной фотографироваться, мы с тобой сейчас пофотографируемся, типа, красиво с цветочками в парке и, типа, поедем домой. И так получилось, что я иду такая с цветами, такая красивая. У нас был такой большой воздушный шар, огромный. И, как я уже поняла, внутри этом огромном шаре было кольцо. И вот Женя мне говорит всегда, завяжи его себе на руку. Я говорю, Женя, ну когда ты посажаешь, я буду в парке ходить, ну, и шар у меня такой, знаешь, на руке, типа, висит. Ну, получается, он ходил с этим шаром. Я смотрю, что он начинает волноваться, так чуть-чуть как-то нервничать, там то-то, то-то. Потом мы встретили резко его брата в парке с женой, но оказалось, что это было, типа, тоже все подставное, что, типа, якобы, ой, привет, мы вас, типа, встретили, там то-то, то-то. И, типа, якобы позвонил телефон у брата, он отошел, и, получается, в парке вечером гуляло столько людей, молодые пары. Женя вот перед всеми, там, встал на колени и сделал мне предложение. Из-за борьбы Виолетте приходится терпеть ограничения. Например, она редко надевает платье. Это не нравится ни парню спортсменки, ни ее маме. Мне нужно прийти на тренировку, смыть весь макияж, потренироваться, и потом, чтобы одеть это же платье, мне нужно красиво накраситься. И если я вот так вот буду все время краситься, надеваться, то, мне кажется, на тренировку не буду успевать. Потому что, ну, как бы, да, когда у меня есть выходные, когда у меня есть, я понимаю, что мне не нужно на тренировку, там, суббота, воскресенье, какие-то праздники есть, я не позволяю, как бы, одеть платье, надеть каблуки. Ну, больше мне по душе, там, джинсы, кеды, кроссовки, майки. Еще одна проблема для Виолетты – это синяки. На одних из последних соревнований во время выступления ее ударили по перегородке носа. Домой спортсменка приехала с двумя синяками. А мне надо было сдавать там госэкзамены или что, и просто я прихожу на госэкзамен в университет, они смотрят и думают, господи, что с тобой, наверное. Ну, вот бывает такое, как бы, кожа нежная, за счет этого, как бы, ну, у меня очень быстро появляются синяки, особенно на глазах. Как бы на теле еще так особо не заметно, но на глазах, когда тебя стукнут, то да. Но мне кажется, сразу люди же не понимают, что это спортсмен, правильно? Мне кажется, там, у людей в голове такое, там, муж, может, ударил, парень, или там, я не знаю, упал где-то. Не в состоянии какого-то опьянения, например. Но у меня такое впечатление слаживается, потому что люди сразу так смотрят, с такими вот глазами и думают, господи, что с ним. Настало время второй тренировки. Сейчас в одном из залов «Динамо» борцы будут проводить спарринги, отрабатывать захваты, выйдут на ковер и наши героини. Сегодня они будут бороться с парнями. Кстати, в спорт девочки пришли не совсем обычно. Наташе в 14 лет. Все ей говорили, что она поздняя девочка, а на борьбу ее привел учитель физкультуры. Он меня все уговаривал, уговаривал, но я все упрямо, я же не пойду, я не знаю, что такое борьба, я не буду заниматься этим. Ну, ладно, как-то мне скучно было, я пришла, ну, попробовала, мне понравилось. И как-то пошло, поехало, и мне понравилось, затянуло. Потом я уже пошла, поступила в Скорыну, в университет, и там уже перешла к Сергею Смалю. И он до этого со мной работал, когда я в училище была. Я у него не числилась нигде, ничто. И он мне помогал, все, и у меня на сборы, я еще молоденькая, у меня... Я уходила в последние тренировки, как бы просила его помочь мне. Хотя, ну, я стеснялась, и он мне помогал, и я до сих пор ему благодарна. Даже до конца, наверное, буду благодарна, когда я закончу свою карьеру. Начала заниматься я спортом с 10 лет, пришла на борьбу со своим старшим братом. Так получилось, что мы тренировались, тренировались, я была одна вообще из девочек, всегда. Стояла с мальчиками, там кто-то, кто-то, все затянулось, как-то завертелось. Я осталась, а мой брат ушел. В школе Наташа была драчунья, и мальчики ее обзывали, а с девочками ей было просто неинтересно. На собраниях маме-спортсменке все время делали выговор – дочка дерется с мальчишками. Мама потом приходила, я говорю, мам, ну я же не виновата, они сами со мной так поступают, почему я должна молчать? Мне говорили, что борьба – это не женский вид спорта, и как бы издевались надо мной, чем ты таким занимаешься, пацанка. Борьба – это как бы то же самое искусство, как бы, да, где-то мы с синяками приходим, да, как-то тяжело это, как бы характер закаляет. Ну, для меня это мое любимое дело, я этим занимаюсь, и на мнение других мне все равно, что они говорят. Даже наши мальчики, вольники, которые занимаются вольной борьбой, почему-то всегда говорили, что вот вы там женщины, девушки, вы должны быть красивыми, стройными, а не накачанными. Мне кажется, у меня рано закончилось детство, потому что с девятого класса я уехала от родителей, училась в училище Олимпийского резерва в Гомеле здесь, и мне кажется, у меня больше появилось самостоятельности. Я уже сама себе ответственна была. Мне приходилось самой там где-то кушать, готовить, где-то там постирать, поубирать, и мне кажется, что именно это закалило такой характер во мне. Если сравнивать их Наташу и Виолетту, то они абсолютно разные, просто такая, ну, вообще большая противоположность. Виолетта такая, она у нас прямолинейная, правда, всегда, не важно как бы кому, не важно где, как бы то, что думает, то и говорит, но я думаю, это хорошая черта характера, потому что ей без разницы, нравится, не нравится, она скажет, вот, и нету неподхалимства, вот этого вот, какого-то лицемерия нету, и человек, она всегда поможет, она всегда подскажет, она всегда выручит. Наташа, Наташа более-менее, она больше спокойнее, да, она такая, она может где-то, если что-то там уже ее, например, у нас есть такие, там, бывают конфликты, мы там играем, допустим, заводимся, ну, можем где-то поругаться, но она менее такая, поспокойнее, как бы, да, если сравнивать с Виолетту и Наташу, вот, ну, как бы у нас в команде в целом отношения нормальные, вот, мы друг за друга, вне зависимости от того, что с кем мы хорошо там дружим, с кем мы там, ну, просто, как бы, так, ну, мы свои, как бы, как семья. Виолетта в детстве тоже не играла с девочками, она любила гонять в футбол вместе с мальчишками. С мальчиками в школе я не дралась, но помню, была одна ситуация у нас в жизни, когда мы были, ну, не совсем такие маленькие, я, наверное, класс пятый, брат был в шестом классе, и так получилось, что в школе к нему пристали и мальчишки постарше. Помню, была такая ситуация, когда нам пришлось двоим, грубо говоря, отбиваться от парней, но такого, чтобы прям совсем драки-драки не было, ну, приходилось иногда, там, заступаться за своего брата, как и он за меня, как бы, заступался всегда, мы, как бы, были рука об руку, ну, за счет этого, может. Ну, я такая, я, ну, иногда взрывная, у меня сильный характер, и, может, в чем-то мне это, на самом деле, мешает, но это точно не в спорте, потому что я считаю, что если у человека нет характера, то в спорте ему делать нечего. Привет, у Наташи, это два разных человека, хотя и та, и та, может, в любой момент обидеться, захотеть, порычать хорошенько, но это, с Виолетой намного тяжелее, чем с Наташей. Ну, она такая, как бы, сказать, хоть и маленькая, но такой ярко выраженный такой лидер, что вот я сказала так, и она где-то будет примерно так. Ее тяжело потом перевести в то русло, в которое нужно. С Наташей чуть полегче. Парни обеих героинь к занятию своих любимых относятся положительно. Молодой человек Наташи и сам занимался 10 лет боксом, а вот Виолетта со своим будущим мужем даже регулярно стоит в паре. Когда у него получается, он приходит на тренировки, стоит со мной в паре, потому что он знает, что мне нужно стоять с кем-то. Перед тем, как он приходил, я просила, чтобы он стоял со мной в паре, он мне сказал, Виолетта, я тебя жалеть не буду. Если ты... Я тебя жалеть не буду, я буду бороться на все 100%, как бы. Поэтому мне с ним очень тяжело стоять в паре, на самом деле. И я начинаю уже психовать. И когда мы уже приходим домой, я понимаю, что то, что произошло на тренировке, должно оставаться на тренировке. То, что произошло, как бы, дома, я должна тихонечко успокоиться и, как бы, относиться к этому нормально. Но у меня этого не получается. Я прихожу домой злая, мне не хочется с ним разговаривать, мне не хочется что-то делать. Поэтому он не любит со мной тренироваться, потому что он знает, что я становлюсь нервной. И, как бы, потом меня очень тяжело, как бы, вывести на положительные эмоции. Наташа говорит, она фанат борьбы. Когда у нее что-то не получается, она долго не переживает. Сразу по возвращении с турниров идет в спортивные залы и работает над ошибками. Мне говорят, все, Наташа, отдохни, хватит. Но Наташа фанат, и все, я иду работать. Все, сначала для меня была Европа. Даже нет республика. Выиграть республику, а добраться на Европу. Как бы, для меня уже это было. Сейчас у меня уже планка завышена. Я хочу Олимпиаду, только к ней. Даже не важно, что мне говорят, что у тебя там не получится. Ты еще молодая, у тебя еще все впереди. Нет, я хочу, я стремлюсь к этому, работаю каждый день. В то время, как Наталья Ланько соперничает за место в составе сборной на Европеаду с Василисой Марзалюк, Виолетта Чирик едет точно. Для нее это первые европейские игры в ее спортивной карьере. И она обещает, что приложит все усилия, чтобы стать первой. Европейские игры, ну, для нас в Беларуси, как они проходят, то это большая, конечно же, ответственность, потому что ты будешь выступать в своей стране. Ты должен, грубо говоря, у тебя должно быть много медалей, я считаю, во всех видах спорта. Конечно, это большая ответственность. Придут столько болельщиков в Беларуси, мне кажется, за тебя будут болеть. И поэтому, мне кажется, надо будет приложить все усилия, все силы, чтобы как-то взять эту медаль. Понятно, что конкуренция, будет очень много людей, но а что делать, как говорится? Бороться надо со всеми уметь и, конечно, завоевывать медали. В ближайших планах у Натальи Ланько и Виолетты Чирик в оптимальной форме подойти ко вторым европейским играм. Более глобальных – завоевать лицензию на Олимпиаду в Токио. Сегодня тренировочный день закончен. Завтра лидеры команды Гомельской области по вольной борьбе снова придут сюда, на ковер, чтобы бороться за свои мечты. Это была программа «Больше, чем спорт». Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин